Молодежный фестиваль краткометражных фильмов Покали Астана-Коласын жас талантты режиссерлары Сделали свои жмыстары Барлық керген қонақтарға көрсеттуде Дәл соу жмыстарды көріп Эділ шешім ғабылды баға беретін Бізде әділ қазылар алқасы бар Жауапы фестивальның форматы еркін Адам толы Бәр жақсы көміріміз көтерінке Сарарка Шауарты Филм фестиваль Өз денгенде өтуде Дәл осы фестивальның үйіндәстелу шалқаларына Астана-Коласын әкімдігіне және де Жастар ресурсы талғыра Астана жастарна Сонымен ғатар қазақстандығық кинопортал Брандвей кизет қа алғасымызды білдіреміз Как настроение? Нормально Впервые вообще в Астане проходят такой фестивай Крадкомнатажный филм А как вообще фестивай проходит? Ну, нормально Нормально, нравится Ну, в принципе, да Народ убирать А какой фильм понравился? Какой фильм? Фильм Санжара понравился. Я не знаю, по-моему, не такой. А вот фестиваль, первый фестиваль, 44 фестивала, а будет ли... Зачем делать этот фестиваль? Это как раз видео приведет нам или конкуренция? Ну, чтобы, допустим, у ребят, у них была бы площадка, где показывать. Потому что, если брать, например, американский фестиваль или европейский фестиваль, ну, например, ты думаешь ли это для знакомства именно тренировочных команд? Ну да, для знакомств, для общины, для комьюнити. Просто, в принципе, люди знакомятся, делятся. Я посмотрел, на самом деле, я не ждал там, я думал, все будет плохо. В принципе, это было... Ну, надо еще по-хорошей работать. Ну, я желаю, чтобы у казахстанской аудитории было очень много казахстанского кино. Чтобы казахстанцы ходили на казахстанское кино, и чтобы тех производителей казахстанского кино не было сытно за свое кино. Гость нашего фестиваля молодой, талантливый режиссер Медед Шаехметов. Медед, как вообще фестиваль нравится? Интересно. Это мой первый казахстанский фестиваль, на котором я участвую. Да, вы еще и участник. Да. И для меня это очень такой новый опыт, потому что это первый кинофестиваль в Казахстане, который участвует, и первый кинофестиваль, который я вижу в Астане. Ну, лично для меня. И это очень интересно. Открывать каких-то новых людей. Где-то в каких-то работах интересная операторская работа. Где-то мысль какая-то про Скайди. Новых актеров каких-то открывает. Довольно интересно. Да, круто. А вот сколько? Примерно 10, наверное, посмотрели уже? Да. Какой фильм понравился больше всего? Кроме своего? Мне понравилось не конкурсное видео, а интернетальное видео про Син Шо. Син Шо, да. Вначале? Да, да, да. Мы планируем. Также есть планы снимать, снять фильм на документале. Что можете посоветовать начинающим ребятам, которые тоже занимаются этим делом? Что посоветуете? Ну, я посоветую, чтобы не забивали себе голову названиями университетов, а больше обращали внимание на то, что они хотят в плане творчества, чтобы они, не знаю, улучшали себя как артистов, читали книги, смотрели кино, изучали его, разбирали его и пытались понять, чем и почему они это хотят делать. И потом уже, чтобы это все улучшить дальше. Возможно, нужна школа, возможно, нет. У кого-то есть, у кого-то нет. Лучше практика, наверное, пусть он больше снимает. Как бы все с чего-то начинают, пусть начинают снимать. В общем, вам фестиваль нравится? Вообще, в сети. В чем занимаешься? Я в маркетинге. Маркетинге? Хорошо, а как попали сюда? Кто вам в своих снимках сказал про фестиваль? Ну, Лар, спасибо. Сам лично, да, прекрасно. Вы можете передать привет Ануару? Ануар, привет. Спасибо за приглашение. Пожалуйста, у меня тоже молодые. Сразу хочу сказать. Ютуб это такое дело неблагодарное. Знаете, ты пыхтишь, делаешь, делаешь. И когда ты на какое-то время бросаешь это дело, все, народ про тебя забивает и полностью забывает. Скажу одно, что номинантов на приз «Лучший оператор» было довольно-таки много претендентов. И когда мы просмотрели две горсины впереди, которые мы хотели отдать предпочтение, оказалось, что это операторы не отечественные. Один оператор был из Америки, китайского происхождения, и один оператор был из Санкт-Петербурга. И все-таки мы решили отдать этот приз нашим отечественным творцам. Это очень важно для их символов в дальнейшем этой работе. Что я с удовольствием объявляю. Значит, диплом победителя в номинации «Лучший оператор» получает студент Казанского национального университета искусства. Мастерская Елькинбека Тералиева Роман Гусак. Мастерская Елькинбека Тералиева Роман Гусак. Сценарий номинации «Джим Базар» Айжан сценарий автора «Байгелов Оужас». Главный приз – лучшая мужская роль Дулыга Ахманда. Такое новое имя в казахском кинематографе. Я видела ее работы, и все ее работы буквально электризуют, наверное, свои какой-то пластикой особенной. И здесь, в этой совсем маленькой, пятиминутной работе, весь сюжет, в общем-то, держала именно ее актерская работа. Это актриса Толханай Далгат за фильм «Обыкновенный человек». Считаю, что эта номинация одна из самых важнейших, потому что кино – это все-таки искусство массовое, и зрители в этом всем действии являются основой нашего искусства. И приз уходит с суперкартины, на которые я сам лично смеялся, ржал, следил за сюжетом. Называется она «Мэйлы Байдэгэй Огкина». А лучший режиссер – это я с огромным удовольствием буду вручать студенту Казахского национального университета культуры и искусства, студенту четвертого курса мастерской Ануара Райбаева Казбеку Рустамбекову. Я объявляю с удовольствием номинацию Грам-при победителя кинофильм «Маршрут». «Маршрут». Казахстан Продолжение следует...